Друзья, всем привет! Это проект 52. Что я вам должен сказать? Пришла весна, и это не может не радовать. Светит солнце, как говорил один великий поэт. Весна пришла, и солнце луч, так ослепителен и жгуч. Первые дни тепла говорят о том, что скоро начнется мотосезон. Мы ползимы думали, чем бы нам заняться летом таким кайфовым. И решили, что мы должны себе купить новую игрушку. Это будет Райкер. Мы за ним приехали, к официальному дилеру. И сейчас будем выбирать, какой. Купим еще, сами не знаем. И что мы с ним делать, мы тоже еще на самом деле не знаем. Но планом, как у Наполеона. Поэтому пойдемте выбирать. Добрый день! Не ждали нас? Да, не ждали. Виталь, слушай, тут такое дело. Мы решили взять себе игрушку на лето. Райкер. Да. Можешь нам помочь рассказать? Хотя я слышал, кстати, что отличительная черта всех бирьки-центров это то, что сначала кофем поют. И плюшками кормят. Виталь, что у тебя по Райкерам есть? Я вижу два. Да, все правильно. Есть два Райкера. Девятисотый и Девятисотый Райкер. Еще есть шестисотый, но у нас не представлено. А что шестисотый? Интересный? Ну, скажем так, во-первых, в шестисотом был циндровый мотор. Здесь двухциндровый мотор. А. С шестисотку был. Ну, совсем слабенько, да? Скорее всего, скорее всего, что рассчитан. Даже не знаю, на кого. На детей, наверное. Нет, тогда шестисотка нам неинтересна. Давай по девятисоткам расскажи нам. С чего начнем? Давай начнем с того, какой тебе цвет больше нравится. Мне нравится желтый. Желтый, да? Ну, как раз желтый, это у нас модель ралли. Значит, разница между ралли и просто Райкером в девятисотых. Самое первое, это амортизаторы. Ну, наверное, это и главное. Подвеска, да? Подвеска, да. Здесь стоит Каяба с регулировкой жесткости. Задние, передние амортизаторы. На Райкере девятисотом встает обычный масляный амортизатор. Скажем так, этот чуть-чуть будет идти жестче, но более уверенно. И на нем, скажем так, можно выйти на небольшую пересеченную такую, ну, то есть какая-то ровная полевая дорога. Или резина у него тоже разная. Ты занятий, да? Соответственно. Да, здесь она более шоссейная идет, здесь более с таким протектором чуть злым, ну, для того, чтобы можно где-то выехать, там, на какую-то щебеночку, на какой-то арабель. На какой-то этот. И еще отличие идет по заднему колесу. В ралли идет 15-й диск и более высокий профиль резины. В 900-м просто идет 16-й диск и более низкий, ну, скажем так, это более шоссейный для города, для трасс, для всего остального. На этот, с выездом на бездорожье небольшое. А что по мощности? И мощность, и в том, и в том одинаково, 77 лошадиных сил. И в ралли еще есть, точнее, есть три режима. Это это режим, спорт режим и режим ралли. А зачем ралли нужен? Ралли, он отличает, отличает частично системы безопасности, и можно на нем немножко там подрифтить, и так, чтобы, скажем, колесо не стояло там, пусть оно отличает. Это то, что там в Европе называют слайд, да? Ну, да, да, типа дрифтовать можно там, да. Я не пробовал, ну, честно говоря, там... Ну, мы пробовали, ну, такое. Чуть-чуть лучше, чем мы без этой, ну, чем на спорте, скажем так. Да, 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 и все. А что по аксессуарам? Чем они отличаются? Ну, аксессуары дополнительно стоит нижняя губа, вот эта серебристая. Сейчас ты увидишь, типа, обойника такого. Потом сетка стоит на радиаторе от камней. Два вот таких вот сполировочка серых, ну, не больше, как накладочки. Защита для рук алюминиевая. И задняя площадка под аксессуарием. Здесь можно установить заднее сидение со спинкой. Здесь можно установить кофр. И здесь еще можно второй боковой кофр. Вы часто такая мультифункциональная получается, да? Да, и причем все ставится без единой соединения болтами и всего остального. Все снимается функционально. Все тоже, да, опять-таки, система вверх и это лин, которая быстро-съемная ставится, снимается. Да, показываем, что в ралли-версии есть, обычной нету. Да, у него идет, ираист, наверное, его назвать надо с одним сидением. Крыло заднее защищает от брызг и всего остального. Как я говорил, обычный амортизатор стоит. Чем не скажем. Ну, он с регулировкой тоже, ну, туда же больше, наверное... Ну, при при нажатии обружинке. Да, при сжатии обружинке, то есть чуть-чуть жёстче, чуть-чуть мягче можно посадить. В зависимости от веса от человека. Защиты рук нету здесь. Вот этих слайдерочков нет, которые... Ну, почти визуально, да, визуально он немного проигрывает, конечно, ничего не могу сказать. Да, и также впереди нету губы, и нету защитной решетки, сеточки от камня. Слушай, ну, я так понимаю, что сетка нужна... Это типа ралли, ну, если вдруг по бездорожью едешь, чтобы не побить радиатор. Хотя на эту модель я бы тоже поставил, потому что у нас такие дороги, что с под колесами пятка, ну, и радиатор можно повредить. Блин, а что по цене? Вот самое главное вопрос. Да, да, теперь цена на вопросы. Ралли стоит 12 950 евро. Просто ракер стоит 9 соток 1650, о, 11 650 евро. 11 350, да, разница? Да, разница. Ну, здесь теперь выбирать тебе. Ну, понятно. Короче, ребята, сложности выбора. Мы как бы и финансово ограничены достаточно, и хочется выбрать что-то достойное. Ставь на паузу, пиши в комментариях, какой мы выбрали. Так, а что по аксессуарам вообще? Я знаю, что райкер можно, как бы, ну, это настолько он кастомный, кастомная штука, его можно собрать, укомплектовать вообще, как ты хочешь. Можем начать вот этих накладок, то есть, накладки есть, не знаю, там, наверное, штук 8 или 9, даже цветов, которые можно поменять. Там даже есть какие-то авторские, размалеванные. Да, 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 есть там и серые, и серебристые, и какие-то там матовые. Но этот пластик, он вообще красится, я могу? Да, это, 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 это и крашены, да, пленкой можно заклеить. Допустим, он человек, который себе сейчас будет покупать такого, он будет клеить его полностью в черный мат. То есть, это все, он будет, ну, без разницы, какой цвет, будет желтый, красный, когда будет клеиться в черный мат. Я же так понимаю, что меняется все. Вот это, вот это накладки, да? Да, да, еще есть. Защита рук можно поставить любую. Стекло. Стекло. Если можем вот посмотреть на этот, вон стекло есть. Все эти вот цвета стоят. Накладочки. Ну, и там еще куча всяких, таких вот плюшечек, которые всякие маленькие там. Вот в эти вот пазики можно вставлять разноцветные наклейки. И это тоже считается, как бы, отдельным дизайном. А что по второму пассажиру? Нас, конечно, мало интересует второй пассажир, мы будем кататься сами. Да, есть вот такая спинка. Дополнительная. Да, дополнительная. Есть такое сиденье. Сиденья задних есть два типа. Это, как это подназывается, у них, по-моему, не улучшенное, а... Более комфортное. Комфортное, да. Комфортное сиденье есть такое. Все оно ставится, в принципе, очень быстро. На, вот это вот площадочка. Да, 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 да. Просто я сейчас его закреплять не буду, потому что я покажу, как оно, примерно, все это устанавливается, там, за 2 секунды. И вот оно уже стоит. Здесь еще ножки ставятся дополнительно. Но ножки, если вы один ездит, просто их можно сложить, их не видно, они прячутся полностью. Ну, я в Португалии, когда ездил на тест-драйв Райкер, у нас была тоже ралли-версия, у нас стояла сидушка. Да, вот это вот. И здесь, кстати, такую же комфортную сидушку можно поставить и на водительский спектр. Ну, она тоже какая-то модная, я смотрюсь. Ну, она отличается от этого. Здесь вот, таким каким-то рисунком немножко по бокам он даже отличается. Ну, скорее всего, она чуть-чуть мягче, чем-то. И сюда еще топор можно поставить. А что за, что по кофрам? Вот такой кофор ставится ровно за одну секунду. Раз, и все, и вот там топор уже стоит. Тоже оно на линках, да, полно? Да, 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 еще есть еще один кофр, сюда можно поставить сбоку, ставится только с одной стороны. То есть это для чего такая штука? Ну, это герметично, вдруг, если в дождь, там, или еще где-то, ваши вещи были. Короче, фотики можно прятать, да, 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 ну, это, как обычно, скуртилу так. Да, все, я понял. Да, все, я понял. У тебя уже вода там не попадает. Да, максимум, что можно подошел, это толковая штука, очень даже. Да, и еще один кофр можно поставить, но сейчас его нет, вот здесь вот сбоку он стимует, с правой стороны только один, с левой стороны маят, но его невозможно поставить, потому что с одной стороны можно еще боковой кофр. С одной стороны еще боковой кофр, причем, ну, такой нормальный объемный кофр. Скажем так, более богатая, обычная 900-карайка. Это как конструктор, да, то есть ты уже для себя, под себя что-то будет, допустим, может ты один будешь ездить, тебе второе сиденье и в принципе не надо, знаешь, ты эгоист, ты сел и никого не хочу катать. Поэтому сел на него и поехал один, добавил там стеклышко, ну, то есть 1300 евро разница, можно там на какие-то допы доставить и у тебя будет, ну, то есть такой, больше как конструктор. Сложности выбора заключаются в том, что мы ограничены в бюджете, а разница между ними 1300 с хвостиком евро. Вот ребята нам, ребята, ребята нам помогают в выборе, говорят, что желтые надо покупать, желтые говорят лучше. Вот, молодежь, правильно, истина глаголит устами младенца, надо считать и понимать, что вам выгоднее. Либо купить заряженный ралли и потом в него еще добавить то, что вам не хватает, либо же купить более дешевую версию, обычную 900-ку и добавить в ее чисто то, что нужно вам. А как он регистрируется в ГАИ? А, кстати, немаловажный вопрос. Он идет, для него не нужна категория А, он идет как категория B1. B1 или B3? B1, да, 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 как Spider, так и Райкер идет B1. Соответственно, это очень важно, потому что многие там у кого-то категория А нет, а сейчас в правах, если вы меняете права, у вас автоматически открывается B и B1. Да, я менял себе права недавно, да, мне категорию B1 открыли автоматом. Ну, да, это как-то неваловажно. Тобишь, можно сказать, что это даже не мотоцикл, да? Не мотоцикл, потому что, да, даже вот смотри, мы ездили в Австралию, и мы берем на платные дороги метки. Нам сразу говорят, что надо брать как на автомобиль, потому что в Европе, если впереди два колеса, это машина. Если у вас сзади два колеса, впереди одно, это мотоцикл. Поэтому немаловажно, кто будет путешествовать, сразу нужно на платные дороги покупать под автомобильную метку на стекло. Не мотоциклет, потому что купите мотоциклет, но у нас в Львовске наши товарищи попали. Граждане автомобилисты, пересаживаемся все на райкеры. А, ну и что, и на чем бы ты остановился? Я не знаю, мне нравится желтый, но... У тебя цвет нравится желтый, или модель ралли нравится? Нет, мне нравится цвет желтый, ну как бы, нет, ралли само по себе, как бы, я не спорю, это очень крутая тема. Но мне кажется, что, ну, точнее, мне не кажется, я знаю, что я не буду на нем ездить по офф-роуду. То бишь, мы берем себе эту игрушку на нашу съемочную команду для того, чтобы перемещаться по городу. То бишь, на работу, с работой, как бы, путешествия у нас тоже будут, но путешествия все будут по... Асфальтная. Да, асфальтная дорога. Может быть, мы поедем с вами в Австрию еще, не спорю, на ежегодный этот слет ваших спайдерменов. Если поедешь своим ходом, как и помешь нереально, я два раза ездил, два раза. С этим ходом из-за отсюда из Депра? Вообще, раз только было, когда мы возили, по-моему, в позапрошлом году, люди фура везли, куда-то там, или в Итали, или в Испании, там раздражали, там, да, и потом на побережье, туда-то, и поехали. А обычно сюда, ну, ты знаешь, одного человека, который поехал в прошлом году в Австрию на Райкере. Кстати, вот на таком, точно, Райкере и поехали. Не на ралли версии, да, на обычном, да. Мы его укомплектовали задней площадкой, двумя куфами, укомплектовали стеклом, комфортным сиденьем. Не знаю, ну, нравится мне это желтенький, но я думаю, что остановимся мы на обычной версии, на 900-ке. Балли не показал, есть специальная штучка, не все знают, но она есть. Здесь есть два разъема под USB. Слушай, а вот это, смотри, да ладно. Ага, блин, слушай, а я не видел, португалика. Многие не знают об этом, но... Слушай, в Португалии, казалось бы, все облазили. Да, то есть музыки здесь нет, но зарядить какой-то тот же телефон, или кинуть шнур в бардачок от навигатора, чтобы он заражался. Слушай, это очень удобно. Я не знал, честно тебе говорю, вообще нереальная тема. Поэтому еще один маленький секретик. Ну, я думаю, многие о них знают, а многие не знают. Так, если мы все-таки выберем вот эту версию за 11 с копейками, то в принципе пластик же мы можем любой поставить. При покупке мы можем поменять на красный, желтый, серый. По-моему, те, которые в базе, доступны три цвета, которые можно поменять. Так, красный, желтый и черный. Черный глянец. Цвета бесплатно меняются или за бабки? При покупке нет. При покупке бесплатно? Да, ты сразу можешь выбрать себе цвет и поменять его. Ага. А шлем в подарок не идет? Случайно? Конечно, идет. Очень серьезная политика у Бирпичникова. Это все-таки техника премиум сегмента. Поэтому здесь такие понятия, как скидосы, акции, не работают. Но есть подарки. Подарки, да, подарки есть. Подарки есть. Это очень приятно. Муки выбора, они всегда самые приятные. Что же все-таки выбрать? Ралли или не ралли? Я вам должен сказать, что 11650 евро в национальной валюте по курсу отправляется в банк. И шлем Нолан в подарок. Это будет Райкер 900, но только в желтом цвете. Почему именно 900? Почему обычная, не ралли-версия? Потому что те опции, которые есть у ралли, ну, конечно, он выглядит богаче и круче. У него там есть и площадка сразу же в базе идет, и защита рук, и красивые наморднички, и губа, все. И подвеска у него кайфовая. Но мы выбрали обычную 900, потому что комплектовать мы ее будем сами, так как мы этого хотим. Допустим, я не планирую ездить по пересеченной местности. В нашем приоритете только асфальт, автострады, Европа. Поэтому мы будем ездить на обычной подвеске, нам должно ее хватить с головой. А 1350 евро, она как бы и в Африке 1350 евро. На дороге не валяются эти деньги, мы потратим на тюнинг, который нам действительно необходим. Сейчас мы едем в банк, а потом едем на склад забирать нашего желторотика. Я вам должен сказать, что в нем все прекрасно. И даже вот эта кастомная сидушечка для того, чтобы возить свою любимую жопу, очень комфортно. Так, что тут у нас? Смотрите, есть кофрик мы взяли. Это тот, который пыль и влагозащищенный. Для того, чтобы он мягкий внутри, мягкая обивка. Для того, чтобы перевозить здесь фотоаппаратики наши и камеры. Вообще, зачем мы купили райтер, вот если честно? Потому что я считаю, что это лучшая техника для передвижения с марта по октябрь месяц. И в этом году я вам докажу это. Это реально классно. Так, также мы взяли боковой кофр огромный для перевозки личных вещей. Он тоже большой. И сюда влазит 5 бутылок вискаря. Закрывается он на ключик. То бишь, держится на вот этом вот универсальном кронштейне. То бишь, без универсального кронштейна. Как мы не крутили, хотели обойтись, но не получилось. Вот, поэтому кронштейнник все-таки это наше все. Слушайте, ну кайф, нереальный. Очень удобненько. Причем самое интересное то, что ты можешь регулировать под любую посадку и под любой рост и, грубо говоря, длину рук. Руль регулируется тоже. Можно чуть дальше его ставить. Можно ближе. Регулируется легко. Вот, одной защелкой открывается, закрывается и выставляется. Точно так же регулируются вот эти вот педали. Сейчас я покажу как. Как бы очень легко. Ты поднимаешь и на любое расстояние, как тебе удобно, под посадку, под свою длину ног, все выстраиваешь. Многие спрашивают, как у этого чуда реализовано переключение заднего хода. Задний ход включается вот этим вот нажатием. Причем много раз наблюдал в Европе, что это делается неправильно. Потому что люди изначально пытаются делать это так. Они садятся на него и пытаются носком на себя потянуть эту несчастную ручку. Все делается гораздо проще. Надо поставить ногу сверху и просто потянуть на себя. Все, задний ход включен. Вперед, передний ход. Задний ход, передний ход. Так же тут есть замечательная штучка. Это ручной тормоз. С ручника сняли, на ручник поставили. Короче, мы поставили крепеж рамовский для мобилки. Держится как офигенно. Так же мы планируем путешествовать, поэтому мы поставили навигацию. Крепеж, навигатор. Навигатор сейчас на перепрошивке. Заливается карта Украины и Европы. Подниму. Вот такая красотень. Ну и самое главное. Надо же его завести. Заводится он хитро, если вы помните. То бишь нужно нажать кнопку. Надо красную кнопку опустить вниз. Нажать вот эту кнопку. Дернуть ручку вверх. Нажать тормоз. И только тогда он заведется. А? Звучок какой. Потом снимаем с ручника. И в принципе, теоретически мы готовы ехать. Но давайте еще пару слов о дисплее. И что мы имеем? Мультифункциональный дисплей. Классический уже для всей новой линейки 20-го года. Маленькую версию резану. На ракерах большая не ставится. Показывает состояние топлива. Температуру. Пробег суточный. Пробег общий. Километраж. И спортивные режимы. Также можно зайти в настройки. И все это покладывать. Показывает расход топлива. Ну, все как обычно. Ездит это чудо на 95-м бензине. Вот. У него здесь есть бак. Вот она. Открывается так вот смешно. Здесь стоит маркировка Е10. Так. Также на руле у нас есть сигнал. Пинь-пинь-пинь. Так. Поворотники. Дублируются на экране. Левый-правый. Приключение света. Дальний-ближний. Вот. Ну и что мы имеем? С правой стороны имеем классическое расположение. Классическая газулька, как на мотоцикле. Вот. И функции, элементы для настройки. Очень интересная фишка зеркала. Зеркала регулируются. Они находятся на шарообразном креплении. Регулируются как сами по себе. Могу своей сил. Также их можно еще и опускать вниз. Вот так вот. И настраивать вот таким вот образом. Кому там хочется какого-то супер дизайна или супер стилистики, можно еще вот так делать. Я вам должен сказать, что Райкер, в принципе, это огромный конструктор, который вы можете настолько кастомизировать так, как вам нравится, что мама дорогая, папа Кашмана. Ну что, друзья. Это был проект 52. Мы отправляемся домой, в Харьков. Первые 250 километров тест-драйва по дорогам Украины. С вас подписки, лайки, комментарии. И пишите, спрашивайте все, что вы хотите знать о Райкере. Я говорю, что мы планируем на нем кататься до поздней осени. Поэтому вы еще увидите много спецвыпусков по нему. А пока все, что вас интересует, в комментарии, пожалуйста. Никакой лички, все в открытую. А теперь пока. А мне предстоит еще кататься. Снимаем с ручничка. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, и это даже не половина. Зажим.